Всем привет! Это обучалка Банни-Хопу. Да, в интернете много обучалок по Банни-Хопу. Есть отличные, например, от Фила Клеменца в переводе раскладного или от Данилы Гришина, но мы решили снять свою, потому что идем от А до Я. Банни-Хоп, он же американский Банни-Хоп, он же Банник. Это прыжок на велосипеде с отрывом сначала переднего, потом заднего колеса. Если одновременно отрываются оба колеса, это называется английский Банни-Хоп или просто Хоп. По-хорошему, стоит владеть и тем, и другим навыком, но мы поговорим именно об американском Банни-Хопе или Баннике, потому что это самая важная и нужная штука. Если нас смотрят люди далекие от велосипеда, Банни-Хоп можно сравнить с джебом в боксе. Это штука, которая нужна всегда и везде. Хотите измерить дистанцию? Бейте джеб. Хотите остановить атаку противника? Бейте джеб. Хотите начать свою атаку? Бейте джеб. Хотите нащелкать очков, при этом не особо рискуя? Бейте джеб. В любой непонятной ситуации? Бейте джеб. Так же и с Банни-Хопом. Едете по асфальту, встретился открытый люк колодца, перепрыгиваете его Банни-Хопом. Едете по тропинке в лесу, увидели поваленное дерево, перепрыгиваете Банни-Хопом. Несетесь с огромной скоростью в горах по пожарной дороге, и дорогу вам пересекает точная канава, перепрыгиваете его Банни-Хопом. В противном случае вас раскидает и намотает на планету. Вы едете по пожарным дорогам, и дорогу вам переходит старушка, бейте джеб. Бейте джеб. И если вы собираетесь прыгать какой-нибудь гэп с плоским вылетом и чувствуете, что скорости может не хватить, вы тоже можете за счет маленького банихопа добавить себе амплитуды и долететь. Собственно, сейчас история старческая. Когда я катался во Франции в Леже, мы ехали с буржуйами трассу Джампарк, паровозиком. Передо мной ехало два буржуя и сзади меня один буржуй. И вроде скорость достаточная, я вижу, что чуваки передо мной долетают, но мне кажется, что вот мне не хватит. Я поэтому на вылесе немножко дернул, долетел тютелька в тютельку, а чувак, который ехал сзади меня, с теми же ходами не долетел и обод вмялся вот так в сердечко. Или в яйца, да. Самолет. МЛО. Сейчас он прилетит. Летит самолет, бейджет. Теория. Как делать банихоп. Как сказал один товарищ, чтобы сделать банихоп, нужно выйти на серф и прыгнуть. Я не принижаю его навыков в катании, но это совет из серии, чтобы сделать фронтфлип, крутонитесь вперед. Готов? Еду. На самом деле все немножко сложнее и тоньше. Я бы поделил банихоп на четыре движения. Сначала вы встаете в атакующую позицию, что это такое смотрите в нашем предыдущем видео. Затем вы сгибаете ручки и ножки, потому что перед любым прыжком, чтобы прыгнуть даже без велика на месте, все равно нужно подсогнуть, чтобы было что-то разгибать. Отклоняйтесь назад, перенося весь вес на ноги. Движение похоже на начало серфа. После этого резко встаете вверх. Движение похоже на становую тягу. И уже в полете поджимаете ноги, подтягивая байк вверх и немножко опуская переднее колесо. Ну, перед приземлением можете немножко распрямить ручки и ножки, чтобы было чем амортизировать и приземляетесь. Поздравляю, вы восхитительны. Велосипед. Чем ниже и короче велосипед, тем проще делать банихоп. Но банихоп можно сделать на любом типе велосипеда, будь то высокий контринник или даже шоссейный велосипед. Просто будет тяжелее. Желательно для обучения опустить седло пониже. Если у вас стоит слишком длинный вынос, дергать будет тяжелее. Так что можете поставить вынос покороче, например, 40 или 50 мм. И педали платформы. Они же топталки, а не контакты. Потому что на контактах у вас будет формироваться неправильная техника. Если вы новичок, учитесь на топталках. Так как при банихопе вы сначала как бы поднимаете переднее колесо, потом опускаете его, за счет этого поднимаете заднее, у вас может возникнуть когнитивный диссонанс. Какого черта я поднимаю перед, опускаю его и поднимается попа. Я сейчас объясню на таком примере. Возьмите велосипед за руль, резко поднимите его, и после этого резко опустите. Если все сделать правильно, то у вас оторвется заднее колесо от земли. С точки зрения физики это работает так. Резким поднятием переднего колеса мы поднимаем центр масс велосипеда, и потом резким опусканием переднего колеса мы вращаем велосипед вокруг центра масс. Плюс-минус по такому же принципу делается банихоп. Ты забыл упомянуть нюанс, потому что когда ты делаешь эту приколюху при поднятом переднем колесе, ты через руль задаешь немножко вращение. И в том числе за счет этого поднимаешь заднее колесо. Потому что если сделать просто вот так вот, просто поднять и резко опустить, ничего не произойдет. Тебе обязательно нужно через рычаг немножко изменить угол велосипеда. Ну, я соглашусь, правда, все-таки если прям совсем докапываться, все равно произойдет. Если сделать это достаточно резко, все равно оно оторвется. Но да, ты прав, поднял и немножко его вперед. В общем, да, для понимания механики движения все-таки можете попробовать чисто за счет руля поподкидывать заднее колесо. Вот примерно та же самая штука, как хлыстом, получается, когда вы делаете банихоп. Это просто для понимания, чтобы у вас в башке, в голове, чтобы у вас в голове сложилась картинка. Теперь парочка движений, без которых не обходится обучение банихопу. Я начинал кататься когда? В 2007-м. Никаких обучалок и интернетов по мини не было, во всяком случае у меня. И я просто что-то как-то пытался делать, и со временем мозг и тело сами нашли нужные удобные движения. А я начинал кататься в 95-м, 96-м, и обучалки были. Так или иначе, сейчас у вас есть все возможности, так что берите их. Первое движение, с которого начинается банихоп, это поднятие переднего колеса. Встаете вот такую еще позицию. Спина прямая, руки прямые, весь вес на педалях. И теперь ваша задача за счет импульса, за счет рывка, поднять переднее колесо. Но не путем сгибания рук, а все-таки путем переноса веса назад. Не прям как в серфе, но очень похоже. Поэтому посмотрите в нашу обучалку по серфу и научитесь делать начальное движение серфа. Не обязательно уметь ездить на серфе 500 миллионов километров. Для банихопа это вообще не нужно. Есть куча райдеров, которые не умеют ездить на серфе, но умеют банихоп. Например, я или долгое время Бачар. Как только вы овладели правильным поднятием переднего колеса, переходите ко второму этапу. Поднятие заднего колеса. Для этого, опять же, из атакующей позиции вы подаете таз вперед и ногами делаете зачерпывающие движения. Вы как бы зачерпываете педали для того, чтобы поднялось заднее колесо. Попробуйте отрабатывать эту штуку, когда заезжаете на бордюры. Например, подняли переднее колесо, занесли на бордюр. Точно так же подбросили заднее колесо, чтобы оно у вас залетело на бордюр. И катайтесь так по городу какое-то время. И самый сложный третий этап. Вам нужно совместить поднятие переднего колеса и практически сразу поднятие заднего колеса. И тут не существует какой-то таблетки или универсального совета. Вам просто придется пробовать прыгать, совмещая эти два движения в одно. Со временем мозг и тело сами найдут нужные положения. Первое движение поднятия переднего колеса должно перетекать в поднятие заднего, и у вас получится банихоп. В общем, если у вас будут претензии, что кто-то плохой объяснятор или оператор, или монтажер, все претензии к мужичку. Теперь, если на каком-то из этапов у вас возникают проблемы, мы покажем парочку подводящих упражнений и тонкостей. Часть из них мне подсказал Антон Румянцев, часть из них покажет бачар. Так что погнали действовать. У многих новичков проблемы возникают на этапе поднятия переднего колеса из-за того, что они боятся опрокинуться назад. Боятся прочувствовать вот эту точку, когда переднее колесо начинает отрываться. Для того, чтобы убрать этот страх, Антон Румянцев практикует следующее упражнение. Он ставит велосипед передним колесом на какой-нибудь бордюр, сажает на него новичка и просит новичка поднять переднее колесо. Сейчас в роли новичка будет Кирилл Бочаров, ему это не очень нравится, но что поделать придется. Он зажмет рукой задний тормоз для того, чтобы велик никуда не укатился. Я подержу для того, чтобы велосипед не падал ни влево, ни вправо. Условный новичок садится на велосипед, руки прямые, спина прямая. Отсюда он встает в атакующую позицию. Если вы не знаете, что это, посмотрите наш видос. И отсюда он пытается оторвать переднее колесо от бордюра. Когда переднее колесо уже поднято на бордюр, нащупать эту точку отрыва значительно проще. Таким образом, новичок под присмотром условного тренера или даже своего друга, или может быть даже эндуро друга, может эту точку нащупать, перестать ее бояться и потом практиковать то же самое на плоскости и при езде. Я показываю это просто как альтернативную версию обучения, как альтернативное упражнение, которым пользуется Антон Румянцев. Но сам я так никого не учил, меня тоже так никто не учил, так что вот вам альтернативная точка зрения, можете ей пользоваться, если хотите. После того, как у вас получилось отрывать переднее колесо на бордюре, вы пробуете все то же самое, только на земле. Через какое-то время у вас начнет получаться делать это на ходу. И важно, когда ваш друг будет контролировать положение велосипеда, пусть его спец стоит ровно, вертикально. От этого зависит комфорт новичка. О чем мне хотелось бы сказать? Как там кадр? Три, дубль, очко. Мне вообще эта тема не очень по душе, потому что если вы хотите разучить банихоп и у вас возникают проблемы на уровне, что вам страшно оторвать переднее колесо, скорее всего, вы еще не совсем привыкли к велосипеду, и вам нужно позаниматься немножко иными вещами. Например, атакующей позиции, и вообще просто покататься на нем, подвигаться, и попытаться ощутить вот этот диапазон перемещений над своим велосипедом, и хорошенько его прочувствовать. А также, если вам кажется, что при отрыве переднего колеса вы вот-вот перевернетесь, это примерно можно приравнять к страху пойти в качалку и случайно перекачаться в огромную такую раму. Это вероятность как вот файер резист. Крайне мала! Вот как-то так. Плюс, ко всему прочему, поднятие переднего колеса в таком положении не отражает действительность, потому что в данном случае она достигается простым перемещением центра тяжести, в то время как при выходе на мануал, серф или бани-хоп мы приседаем и резко встаем. Тем самым задаем своему телу импульс, который у нас, соответственно, и поднимает нам переднее колесо. Еще одно подводящее упражнение, которое практикует Антон Румянцев при обучении новичков, помогает новичкам понять, как подкидывать заднее колесо. В данном случае мы упираем переднее колесо в бордюр, также придерживаем новичка, и он старается за счет перемещения таза вперед и зачерпывания педалей приподнять заднее. И уехал. Я думаю, что тормоз можно на заднем не держать, потому что все равно я тебя прижимаю к бордюру. После того, как у новичка получилось сделать это у бордюра, он пытается сделать это на ходу, во время катания. В общем, эти техники я дал для общего развития, для понимания того, какие варианты обучения есть, работают они или нет, решать вам, пробовать вам. Можете написать в комментариях, нравится вам такой подход или не нравится, но, тем не менее, Антон научил целую кучу людей таким образом, так что, why not? В данном случае я подобное упражнение считаю более полезным, чем предыдущее, потому что оно все же в какой-то степени отражает действительность и в большей степени помогает понять, как поднимать заднее колесо. Так что вот этим точно можно смело пользоваться. Approved. Бачар, апрув. Надо реально печать такую сделать. Бачар, апрув. Сейчас мы наконец-то будем переходить к практике. Как сказал Игоряно раньше, банихоп начинает с поднятия переднего колеса. Я очень надеюсь, что вы все это наконец-то умеете. Вот, смотрели наш предыдущий how-to manual, серф, вилли, посадка на диван, атакующие позиции, вот это вот все прочее. Вот, и с этим проблем у вас не возникнет. Соответственно, как вы вышли на заднее колесо, заднее колесо является вашей точкой опоры, и от этой точки опоры вам нужно уже совершить прыжок. И все эти движения классные, сложные, соединить воедино. Подводящие упражнения мы посмотрели. Одно мне не очень понравилось, я считаю, не очень логичным. А вот с поднятием заднего колеса, в принципе, все хорошо. Но то же самое движение можно сделать и во время езды. И такой ключевой момент, поднятие заднего колеса заключается вот в движении стоп. Нужно сделать движение вниз, назад и вверх. То есть, таким круговым движением подцепить его и поднять наверх. Нету, в принципе, никакой сложности делать это на ходу, и принципиальной разницы нет. Единственное, что при упоре передним колесом в бордюр, либо в стенку, в стенку лучше, наверное, не упираться, потому что можно башкой ее врезать туда, если вы не очень умный. Как бы ее лучше не станет после этого точно. Вот. В принципе, можно попробовать вот так. И все, теперь мы перейдем к практике. Когда вы начнете разучивать бани-хоп, он у вас будет достаточно всратым. И эталонный бани-хоп у вас получаться не будет. Это просто невозможно. Ну, либо вы настолько одаренный чувак, что не смотреть никакие обучалки, уж тем более слушать меня, или Игаряна, или Румянцева, или кого-нибудь еще, вам точно не нужно. Вот. А если же вы не настолько одаренный, то он будет получаться достаточно всратым и странным. И выглядеть это будет примерно вот так. Как только вы подняете переднее колесо, и при попытке поднять заднее, вы сделаете вот такую вот хрень. И это совершенно нормально. Потому что еще не произошла синхронизация всех вот этих не самых простых движений в одно единое целое. И пройдет у кого-то много времени, у кого-то не очень, прежде чем вы начнете делать это все хорошо, правильно. И может быть даже красиво. Как сказал Игорь раньше, в какой-то момент движение на бане-хопе оно будет очень похоже на становую тягу. Потому что нам нужно будет одновременно толкнуться ногами, потянуть к себе руль и выпрямиться. Мы примем практически вертикальное положение. Такое у нас будет случаться, когда нам нужен невероятно сильный баник. Но для более лучшего понимания все же стоит это учитывать. Потому что если кто-то невероятным образом угодил в качалку и делал там становую тягу, это очень многим помогает понять. Кстати, серьезно, вот про посадку я когда объясняю, в том же самом Собирсгилл Кэмпе, я как бы задаю человеку, ты там тягу в наклоне делал, становую тягу делал, он такой, ну да, как бы ну вот и встань в посадку, как ты делаешь тягу в наклоне. И чувак такой раз, знаешь, встал, прямая спина, чуть согнутые ноги, чуть прямые руки, как бы смотрят вперед, все хорошо. Вот это помогает для осмысления. В тот момент, когда мы подняли заднее колесо, мы находимся сзади и начинаем толкаться. Именно в этот момент движение похоже на становую тягу. Потому что мы из как бы такого полусогнутого положения начинаем одновременно выпрямлять корпус. То есть мы одновременно задействуем и ноги, и спину, и плечи. И все это у нас входит на то, чтобы от заднего колеса оттолкнуться и прыгнуть как можно выше. Если ролик оказался полезным, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик. Здесь говорят полезные вещи по велосипеду. А еще, если вы хотите тренироваться по-нормальному с тренером, а не сидя дома на диване, то посещайте всякие скаловые штуки. Можете записаться в клуб сборщика Кирилла Бочарова. Он классный тренер и действительно с ним интересно и здорово обсуждать какие-то штуки. Он вникает и индивидуально подходит к каждому клиенту. Можете съездить на тренировочные сборы в Саранск, где Яша Аустер и другие скидовички вам покажут, как ездить по БМХ-рейсовой трассе. И можете съездить в Собер к Евгению Бочанскому в его мышовню. Там он вас покатает по трейлам и тоже многому научит. В общем, скилловых штук много. Ссылка на них будет в описании. Катайтесь с ребятами, развивайтесь. Это всяко интереснее, чем кататься одному или вовсе сидеть дома. Зарачо! Здесь есть я! Кстати, если везде есть я, это может быть решающим фактором, чтобы туда не ехать. От лица РАД хотел бы выразить благодарность всем тем, кто был причастен к созданию этого видео, а конкретно Глебу Зайцеву, Косте Матитсену и Игоре Меркулову. Ну и, собственно, я. Также хочу выразить большую благодарность Игорю Шичкину, который дал мне поработать с таким материалом и фактически с крупнейшим МТБ-сообществом в России. Спасибо!